Привет, друзья! Это первый канал о брендинге, а меня зовут Артём Маслов. Здесь полезный контент, а не самореклама. И сегодня особенный день. Ровно три года назад не стало известного бренд-стратега, преподавателя, мужа, отца, моего товарища и просто классного человека Димы Комарова. Мы с ним снимали уже большое видео, ссылка будет здесь и в описании под видео. Но я нашёл кусок неопубликованного видео. Он снят в октябре 2019 года, но это по-прежнему интересно и актуально. Вижу о бренд-драйвере. Вот давай про это подробнее поговорим, если он твой любимый. Почему он твой любимый? Он мой любимый по той причине, что это обходная стратегия, так называемая. Это такой инструмент из области латерального мышления. То есть, когда мы не... Вот представь, приходит клиент, он про пельнение, не знаю, колбаса или ещё что-то. Когда стратег садится, работать надо перед ним только вот эти пельмени, колбаса, пресловутые, он не может включить вот это вот ассоциативное какое-то мышление. И отсюда такие получаются дженериковые стратегии. Одинаковые. Надёжность и качество и так далее. Экологичность домика и корова. Да, а проективные методики позволяют иначе взглянуть, это совершенно под другим углом. То есть, в чём она заключается, проективная методика, там существуют такие некие доноры. То есть, если бы наш бренд был там автомобилем, то что это был за автомобиль. Если бы наш бренд был там, не знаю, архитектурой. А, вот так вот. Это через метафору. По сути метафора, да. Это очень похоже на инструмент, который использует агентство. Это открытка бренда. Но надо сказать, что не все правильно пользуются этим инструментом. Вот мы тут даём такой поглубже, немножко такая другая совсем экспертиза, как с этим работать. А хочешь, я тебе приведу пример? Конечно. Не знаю, может быть, потом вырежешь, но смотри. А может быть, я не вырежу. Вот смотри, Артем. Вот представь человека твоего возраста, да, или твоего пола. Так. На которого максимально ты бы не хотел быть похожим. Что вот вызывает у тебя какой-то неприязнь. Что это за человек, опиши. Блин, это сложно. Ну, окей. Это человек, который просыпается каждый день. И у него совершенно нет никакого интереса к жизни. Ты бы там проснулся, поел. Ну, хорошо, что проснулся, поел. Завтра будет точно так же. Ну, вот какой-то такой у меня самый ужасный образ. Аморфный такой, да, человек? Ну, да. Да, то есть, как бы... Не увлечённый. Да, человек не увлечённый. Для меня это самое страшное, это быть ничем не увлечённым. Для меня это такое, как бы, пограничное состояние с гибелью какой-то. Вот, да. Человек не увлечённый. А вот теперь напротив. То есть, человек твоего пола и возраста, который, вот, ну, тебе хотелось бы на него быть похожим, вот, вдохновляет. Ну, соответственно, всё-всё наоборот, с утра человек просыпается, у него большое количество идей, желаний, то есть, он уже знает, чем он сегодня будет заниматься, то есть, какие-то стремления там, преодоления и всё такое вот. Ну, человек увлечённый наоборот. Человек увлечённый и смотрящий, как бы, на какие-то дальние горизонты. То есть, человек с интересом и желаниями, вот, вот так вот. Вот психологи говорят, что это в том и в том случае это твоя проекция. Да, да. То есть, ты себя за что-то не любишь. Да, 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 так и есть. Вот такой инертность и так далее, и так далее. Да. И самое интересное, если это дольше разложить, то получится, что вот этот вот человек, который образ желаемого такого будущего, ну, у всех будет примерно похожим. Конечно, да. Это такой дженерик как раз и есть. А все точки роста вот там. Где человек, на которого не хочешь быть похожим. Не хочешь быть похожим. И то же самое с брендингом. То есть, вот в этом инструментарии, когда мы, особенно, это проекты R&D, когда приходят делать ребрендинг. И мы проводим воркшоп, и вот рассказываем через вот эти картинки, условно говоря, мы рассказываем, да можете сейчас оторваться, показать, что не так с нашей компанией. И вот, вот если бы вот наша компания была автомобильной, то что это было за автомобиль? Ну, вас, условно говоря, да, да-да-да. И они отрываются по полной и переходят к вот этому дженерику потом. Типа, кем хотели бы быть? А самые точки роста там оказываются. То есть, это удивительно просто. Когда такие воркшопы проходят, люди потом жмут руку, там в личку куда-то пишут спасибо, это было потрясающе. Открыли нам глаза. Да, открыли нам глаза. То есть, это вот и есть точки роста для них очень сильно. Ну, например, вот компания была, они... То есть, у них бренд был для людей, которые ведут активный образ жизни. И туда попадают у них, например, рыбаки, то есть, сноубордисты, там и прочее, и прочее. Скульптурники всякие. Скульптурники. И вот у них были вот картинки, например, приду пример. Допустим, архитектура. Они говорят, дюш, а кем вы хотите стать? Стадион такой современный. А, например, предмет. Вот если бы наш бренд был предметом, то какой? Вот сейчас предмет, это шапка, вот эта панама рыбака с крючками, да. А кем мы хотим стать? Мы хотим стать, там, шлемом сноубордистов. Ну, понятно. Технологическим. Технологическим, современным, продвинутым. Вот. А точки роста вот именно здесь. Смотри, дюш, они могут, как программу вот этой социальной ответственности, помогать детским школам, например. Вот эта шапка, она говорит об увлеченности, что человек, когда увлеченный... Об искренности, непосредственности. Об настоящести, да, да, да. Вот это вот здесь и есть точки роста, как ни странно. И это вот много раз уже... Понятно. То есть, я понял, то есть, грубо говоря, получая вот этот дженерик, вы становитесь на общие рельсы, и все там бежите. И добежит тот, у кого там больше всего бюджетов и так далее. А все остальные сойдут с дистанции. Да, а там все описывают успешного, там, он проактивный какой-то, он лидер ведет за собой. У всех одинаковые примерно видения. А здесь конкретика, понимаешь? Ну, довольно интересные такие инструменты, это обходная стратегия. Хорошо, а еще про какие-то инструменты ты расскажешь? Про инструменты... Если нет ничего, то я могу следующий вопрос задать. Ну, давай вот про Сенсидиан, ну, про него уже рассказывать-то, я не знаю. Ну, про Сенсидиан, да, мне кажется, это уже тысячу раз. Смотри, я про что спрошу. Современное образование, оно все интерактивное. Расскажи про это, как там легко вовлекаются студенты в это взаимодействие постоянно или нет. Вообще вот расскажи про, чем отличается современное образование от то, которое мы с тобой получали там 15 лет назад. Ну, ты понял, чем я веду. А, давай я тебе расскажу. У меня начнем с того, что у меня, как я тебе уже говорил, у меня родители были педагогами. То есть потом у меня там, у меня отец архитектором был, мама там такой в менеджменте. Но начинали они именно как педагоги. И мне запомнилась такая история со школы, точнее с университета. Я как-то пересдавал историю. Преподавателя звали Алла Семеновна Григоренко. Ее сейчас с нами нет, сбегая вперед, ну там светлая память. И вот она настоящий педагог была. То есть она, смотри, как сделала. Она мне не стала говорить там про историю. Она меня пригласила на пересдачу к себе домой. Я к ней пришел. И она мне стала рассказывать просто про жизнь. Какие-то вещи очень важные, как она считает. Она очень образованная. Ну, то есть про ценности какие-то. Про какие-то ценности очень важные, точечно. Вот она прям говорила именно про меня. Мне это очень врезалось в память. Она действительно педагог от Бога. И она, например, знаешь, какую вещь говорила. Она говорит, вот понимаешь, мы такие вот вежливые, интеллигентные. Мы там улыбаемся кому-то. Пытаемся быть приветливыми. А я вот, например, сейчас так вот подхожу. Я понимаю, что человек с фигей в кармане. И я тоже какую-то личную неприязнь испытываю. Он говорит, а жизнь коротка. Не хватает времени на близких, на родителей, на друзей. И я прихожу и прямо говорю, да что, мы будем друг другу улыбаться. Нам не по пути. Я тогда не понял, почему он мне это все говорит. Оказался, она от рака умерла. У нее прямо там последняя стадия была. И она мне врезалась в память, как образец вот такой вот прям педагогики. Она абсолютно неравнодушный человек. То есть она может быть, вот знаешь как, она не оттороторила там, знаешь, по программе, что и полагалось. А какие-то вот напутствия, наветы дала. И очень ценные для меня тогда, я не буду говорить, но они очень к месту тогда были. И как ни странно, вот во мне вся эта история проросла. Вот я почему-то говорил с первым курсом поговорить. У нас такая трогательная история была, когда они после защиты проекта, мы там в баре где-то сидели. И уже там степень откровенности другая. И мы там говорили по душам. И вот как-то вот со студентами, не знаю, очень такая душевная история. Ну то есть ты говоришь про выстраивание взаимоотношений как с равными, как с друзьями, да? Ты про это имеешь в виду? Ну да, у нас разные подходы. Например, Деменко Александр, он не сторонник этого. Он из менеджмента вынес такую вещь, что или ты или тебя начинает пользоваться. Студенты чувствуют эту слабость и так далее. Но я вижу это по-другому. Ну а расскажи про какой-то интерактив на занятиях. Есть ли он? Есть. Вот про это расскажи. Ну вот смотри. Знаешь, такой тренд называется Edutainment, да? Знаю тренд геймификации. Ну, это очень близко. А, Edutainment, это я понял. Entertainment Education. Один такие слова знаешь. Я понял, это веселое образование. Да, да, да. И смотри. Вот очень большая проблема, когда студент приходит, и на него обрушивается просто шквал непонятной, неизвестной ему какой-то информации. То есть она очень концентрированная ему дается, он не может это понять, осмыслить. Что мы делаем? Например, я предложил такой инструмент, он, знаешь как, у человека есть ментальные конструкции какие-то в голове, да? Понятные для него. И мы, исходя из этих ментальных конструкций, на понятном примере показываем, что такое брендинг. А потом говорим, а в брендинге то же самое. Пояснить? Да, да. Вот смотри. Например, у меня есть такой уровень, он такой, знаешь, экспертный такой уровень. Например, когда два эксперта друг с другом общаются, да? Или такой компетентностный такой уровень. А есть уровень, когда дочка у тебя, допустим, вот у меня дочка спрашивает, папа, ты чем занимаешься? Я сколько не пытался ей объяснить. Не получилось. Не получилось. Потом я ей объясню, очень просто. Я ей открыл одну платформу бренда, показываю, вот смотри, вот есть женщина, у нее есть инсайд. Вот она бы хотела встретить мужчину, но попадать все не те, маменькины сынки, неудачники, бытовые деспоты. Алкоголики. Алкоголики и прочее, прочее. Ну, если бы она встретила такого мужчины, его мечты, то она бы, наверное, вот с ним связала свою жизнь судьбу, да. А потом мы показываем персоналию бренда. Персоналию, и это вот тот самый идеальный мужчина, идеальная пара. И что мы сделали? Мы сделали такой инструмент. Я его, на самом деле, подслушал. Это у пиарщиков есть такое. Пиарщиков так проверяют, скажем так, тестируют. Это называется идеальная пара. Они находят прямо человека на сайте знакомств. Нужно создать профиль, чтобы этот человек тебя пригласил на свидание. То есть, должна быть такая глубокая эмоциональная церковь. Я понял. И создав этот профиль, ты тогда действительно понял, что нужно в аудитории. И вот смотри, мы, значит, показываем студентам, показываем инструмент, ну, это не инструмент, упражнение, идеальная пара. Я показываю шесть объявлений на сайте знакомств. Они должны написать, как бы выглядел мужчина. Я делаю оговорку, что это не должен быть Джеймс Бонд на Астон Мартин в том форге, потому что он всем подойдет. Ну, понятно. Всем, а по факту никому. Потому что ему никто не подойдет. Да, 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 совершенно верно. Да, и, в общем, они пишут вот это вот объявление, и ты себе не представляешь, как они раскрываются в этом. То есть, они абсолютно понимают, что это такое. И потом, ну, когда вот эта пара, значит, ну, например, обыватель, да, такая вот, простые люди такие, сырмяжные, настоящие, там, такие материалисты, вот, которые, электорат Путина. Для них, ну, для нее нужна пара. Она, там, какой-нибудь товаровед. И вот они, например, говорят, гаишник, он гаишник, он мастерит что-то руками. То есть, они понимают. То есть, там, в субботу они едут на шашлыки и на ручку. Обязательно, это обязательно. Там, он, там, чинит машину свою, пока там жарит шашлыки и так далее. И мы называем их союз, их пару называем, как мы называем, надежная опора, крепкая семья, вот они сколотили крепкую семью, надежная опора. Мы ставим вот эту вот гипотезу позиционирования. Они даже не понимают, что они делают гипотезу позиционирования. Я понял. На бытовом языке. Да, да, да. И вот, например, была такая пара для интеллигента была. Она интеллигентная женщина, любит литературу, в парк ходит и так далее, и так далее. И одни студенты группы, это просто блестяще ответили. Они говорят так, мы сегодня идем гулять в парк. Я так думаю, ну, это уже такое... Избито заедут. Избито, да. Да, но они говорят, после этого на выставку Куинджи, говорят, сегодня, говорит, обещали дождь, я захвачу с собой зону. Вот он показывает свою заботу. То есть они понимают, раскрывают характер через действия. А потом мы им открываем, мы говорим, что сейчас произошло, что из себя представляет коммуникация. Это такая очень простая схема. Коммуникация, это кто говорит, что говорит, кому говорит, по какому каналу и с какой целью. Вот кто говорит, это вот этот мужчина. Кому говорит, вот этой женщине. По какому каналу. Это вот сайт знакомств. С какой целью, ну, там, создать семью, условно говоря. А потом мы им открываем, говорим, вот что вы сейчас, ребята, сделали. Вы, по сути, разработали платформу бренда, даже с заходом на коммуникацию и так далее. И, то есть, понимаешь, у них есть ментальные конструкции, которые им понятны. И они этот опыт переносят на брендинг. И это и есть вот такой энгейджмент. Они погружаются в брендинг, и он им становится понятен. Понимаешь? Без всякой вот этой мишуры и чепухи калейдоскопной. То есть это, ну, я просто на своем примере вот это узнал. То есть я в свое время читал много книг по брендингу, погружался. И в какой-то момент у меня была просто интоксикация от информации. Какое-то непонятное, что с ней делать. Я так понимаю, что современное образование, оно построено так, что ты направляешь, а дальше, как ты сказал, используют эти ментальные карты, они учатся сами. То есть они что-то делают, а ты как бы говоришь, что вот вы уже почти все и сделали. Да, да, да. То есть это, как сказать, куратор, он направляет, а не дает готовые, как сказать, конструкции и схемы. А он направляет, и каждый уже... Ну, естественно, на понимание упор делается. Не на то, что там спрошу с каждого, смотрите, по моим лекциям будете отвечать. Я спрошу, там, не-не-не, это не наш, нет, зверства фашизма, нет, это не про нас. Понятно. Значит, два дня в неделю, это два полных дня в неделю, в пятницу и в субботу? В пятницу три дня и в субботу... Три часа. Пардон, да, три часа и в субботу шесть. Ага. С перерывом. Часто бывает, что в пятницу до ночи задерживаетесь? Такое бывает. У нас Александр... Александр Деменко категорически против этого. Задерживает? Ну, знаешь, это антименеджмент. Да, это антименеджмент. Ну, такое бывает. Ну, такое бывает, да. То есть я когда в Британке учился, мы по пятницу постоянно уходили поздно. То есть мы должны были уходить в десять, а уходили там полдвенадцатого. У вас примерно так же, да? Не, ну, конечно. А тут еще, знаешь, как бывает, что вот у людей сначала там кризис внимания. Там они слушают, какая-то неинтересная какая-то информация. Потом переходят обычно к практическим каким-то занятиям. Они включаются, они прям вовлечены. И это ценно. То есть ты с этим работаешь, ну... Хорошо. А коммуникация с студентами происходит как? Это же ведь помимо коммуникации в эти два дня, это же большой еще объем общения, наверное, в том же Фейсбуке или даже в личке. Часто бывает, да, задают вопросы? Очень часто. Постоянно, да? Постоянно, да. Постоянно. Да, об этом мало кто знает, но это действительно... Но это тоже ведь, получается, работа куратора, да? Постоянно, как сказать, помогать какие-то текущие вопросы разрешать студентам. Ну, вот с одной группой и со второго курса она такая, и с девочек. У меня каждая там в отдельности со своим вопросом, ну, держу. Держишь, да? Да, да, удар. Держу, да. Стараюсь. Ну, иногда такие сложные вопросы задают. Я тут, признаюсь, недавно пришел парень из первого курса, он такие сложные вопросы задал. Это просто... А он уже с опытом работает? Он с опытом, да, да, да. То есть, там, в пору гуглить, знаешь, и так далее. Я же не могу всего знать. Ну, понятно, всего никто не знает. В этом нет ничего страшного. Да, абсолютно. А говоришь ли ты студентам то, что то, чем мы занимаемся, брендинг, что это не является наукой в полном смысле этого слова? Нет, пусть они верят в Деда Мороза. Пусть верят в Деда Мороза. Конечно, ты что? Верят в Деда Мороза. Потому что это мифотворчество. Как же так? Ну, вот, мифотворчество, но не в чистом же виде. Ну, я понял, понял. Ну, да. Ну, понимаешь, если... Вот я много раз видел людей перегоревших, которые, знаешь, так говорят... Они, знаешь, как говорят... Ой, да чё ж... Ой, ну, неужели непонятно? Вы же просто цену вот эту набиваете, вот этот мыльный пузырь, этот раздуваете бренд. Да, это и есть нематериальный актив. Ты всё правильно сформулировал. Но есть люди, которые очень скептически к этому относятся. Они перегорели, они не верят. Им такое нельзя говорить ни в коем случае. Ни в коем случае, да. То есть, я и сам стараюсь немножко в таком, как это называется, в неведении счастливом пребывать намного, потому что перегорешь. За что тебя студенты так полюбили? А, я не знаю, полюбили. Не, ну, если они тебя... Я же знаю, что они просили, чтобы почащий комаров приходил. Почему? Почему они это просили? Да, вот недавно письмо такое написали. Ну, не знаю, наверное, потому что ты говоришь про увлечённость. Я очень увлечён, когда рассказываю, мне там глаза горят. И они это цепляют их. Ну, и плюсы искренне. Например, я, конечно, по неопытности сделал такую не очень хорошую вещь. То есть, есть теоретическая часть, да. А мне всё время не терпелось дать людям уже практические инструменты, конкретики, что надо вот так, так и так. Такой степ-бай-степ брендинг, пошаговая инструкция. Ну, со временем я понял вот какую вещь, что когда ты, прежде чем вот переходить к вот этим вот простым вот этим вот шагам, да, по брендингу, такой прям, значит, философии на блюдечке, нужен большой бэкграунд. Чтобы вот, например, чёлкать вот эти вот гипотезы позиционирования, нужно долгую практику иметь. Большой объём переработать. Литературы там, не знаю, кругозор. Большой тренировочный объём выполнить. Матки, референсы, да-да-да. И сразу переходить к этому, то есть это получится такой колосс на глиняных ногах. Вот я много раз такое видел. Вот знаешь, есть такие книги, там, самоучитель, там, для чайников, быстро. Вот такие в брендинге есть. Курс молодого бойца. Там книга есть, например, анатомия бренда. Там второе и третье уже издание такое. Там всё просто, там всё быстро разберёмся. Вот её читаешь, ничего не понимаешь. То есть у тебя нет вот такой предыстории какой-то. К этому надо прийти. Всему своё время. А я первое время делал такую ошибку, я прям старался. Да вот, это вот ничего не нужно. Нужно вот на практике, вот что нужно. И получался колосс на глиняных ногах. Да, абсолютно. Хорошо, а как ты их, как ты подводишь к этому? Как они получают вот этот опыт, который позволяет уже, как ты говоришь, щёлкать гипотезу пистонирования? Ну, например, вот сейчас буду пробовать такую вещь. Я буду брать кейс, который мне, ну, не по ED&DA, да, там сам дел, там проектная история. И мы будем подходить до гипотез позиционирования. Они будут видеть там все вводные, какие по рынку, по потребителю, по конкурентам и прочее, прочее. И вот я показываю карту позиционирования, и мы с ними вместе какие могут быть гипотезы позиционирования. Куда можно передвинуться. Да, а потом я показываю, какой вариант у меня получился. Ну, возможно, у кого-то там лучше получится или ещё что-то. То есть, ну, вот прям на практических примерах подводить. Ещё у меня будет скорая такую вещь делаю. Я когда-то занимался тоже дизайном, да, в своей там бытности. И я пробовал веб-дизайн, переквалифицироваться в веб-дизайн. Какая-то школа была, сейчас помню, это было в живом журнале. И там первое задание было сделать плохой сайт для клея ПВА. Так, так. Вот, и они начинали с этого. Это очень похоже на то, как есть у фотографов фишка такая, чтобы вот люди, вот когда комплексуют, они думают о том, чтобы не получиться плохо на фотографии. Получается плохо. Да, и нужно сделать плохую фотографию. Давай для начала сделаем сейчас плохую фотографию, а потом сделаем нормальный портрет. И вот они покривляются, и показывают, вот все, плохую мы сделали, барьер снимается, и все, переходим в другую. Вот, и здесь то же самое. Это как не нужно делать инструкцию, ты проходишь. Прямо вот эти вот штампы такие, ходы какие-то избитые, неправильные. Хотим попробовать такой инструмент, попробовать, ну точнее, не инструмент, упражнение, сделать плохую стратегию. А, кстати, да, это круто, по-моему, это здорово. Это поможет анализировать в дальнейшем, анализировать, делать конкурентный анализ, делать аудит бренда, вот эти ошибки выявлять. Да, это мне кажется очень здорово. Со всеми штампами, со всеми штампами. Такой вот дженериковый, дженерик сделать, чтобы с гэпами, там все неконсистентно, и так далее. Вот оторваться, прям сделать, и наоборот, такая поддавка игра, а кто хуже сделает. Что самое главное в обучении стратегии? В обучении стратегии? Знаешь, я тебе так отвечу. Это вопрос, почему? Для чего ты это делаешь? То есть, смотри, некоторые идут, например, из-за того, что там, как они понимают, что престижная какая-то профессия, какие-то большие деньги, там и так далее. Мною движет такая вот увлеченность. Я горю этим, понимаешь? Я пришел, как мне в детстве, я студентам как-то приводил такой пример. Я довольно медленно читал, и мне родители дали книгу Джани Радари «Путешествие с голубой стрелой», чтобы я читал каждый вечер. Я ее читал в муках, не мог себя заставить, для меня вот пыточная была. Кота. Каждый вечер я приходил, эта книга, я по слогам буквально читал. А потом ко мне попалась книга Артур Куандуаль, и мне это так зацепило, я читал, мне не надо было не принуждать ничего, не надо мотивировать, понимаешь, о чем я говорю. Мне кажется, вот это самое главное. То есть я вот этот кураж профессиональный поймал, мне нравится разгадывать вот это, понимать, кто убийца-садовник или дворецкий, понимаешь? Вот это меня драйвит очень сильно. То есть я получаю новые задания. Я, знаешь, я даже боюсь, вот знаешь, у стратегов есть такая вещь, кто-то узнает, «О, ты стратег!» ну, например, какой-то компании там, «О, ты стратег!» «У меня тут стартап открываешь!» «Что думаешь по этому поводу?» «Мы там занимаемся тем-то, тем-то!» А тебе невозможно вот эти вводные... Потому что ты начинаешь думать об этом, понимаешь? Ты начинаешь решения искать и так далее. Я всячески вот это избегаю. То есть, отвечая на твой вопрос, это вот эту вот мотивацию получить, чтобы не нужно было себя заставлять этим заниматься. Вот это вот понять, для чего ты это делаешь, что тебя драйвит. Мне кажется, вот это главное. А без этого не получится. Ну, видимо, и в обучении, и во всей остальной жизни тоже. Совершенно верно. Спасибо. И тебе. Классно закончилось? Отлично. Все, да? Да. Самое главное – фокус, последовательность, подтверждение. Субтитры создавал DimaTorzok